Татьяна Шевцова 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 Однако, как выяснилось в ходе расследования, продукция, которая поставлялась мобилизованным, была просроченной, а поставки часто задерживались на несколько недель. По данным следствия, Михеев сознательно экономил на качестве продуктов, закупая самые дешевые и просроченные товары, которые затем направлялись в армию. Это не только ухудшало моральное состояние военнослужащих, но и ставило под угрозу их здоровье. В ответ на претензии Министерства обороны Михеев пытался оправдаться тем, что логистические цепочки были нарушены, однако следствие доказало, что основная причина задержек и низкого качества продукции заключалась в его желании сэкономить и получить как можно больше прибыли. Одним из ключевых звеньев в коррупционной схеме, раскрытой Шевцовой, стал генерал Тимур Иванов. Иванов был высокопоставленным военным, который имел непосредственное влияние на заключение контрактов в Министерстве обороны. По показаниям Шевцовой, именно через Иванова заключались все сделки с Андреем Михеевым и его фирмами. Иванов обеспечивал Михееву покровительство и помогал обходить многочисленные проверки и контроли. За свои услуги Иванов получал от Михеева щедрые бонусы в виде откатов и подарков. Эта система работала годами, пока не была раскрыта благодаря показаниям Шевцовой. Шевцова подробно рассказала следствию о схемах, по которым работали Михеев и Иванов. По ее словам, генерал Иванов был центральной фигурой в этой системе и организовал множество сделок, которые позволяли Михееву присваивать государственные деньги. Шевцова также рассказала, что Иванов и Михеев были близкими друзьями, и их сотрудничество началось еще задолго до того, как Михеев женился на племяннице Шойгу. Кроме того, Шевцова предоставила следствию документы, подтверждающие, что Михеев активно выводил средства за границу через подставные компании. Эти средства шли на покупку элитной недвижимости в Европе и США, а также на личные нужды членов его семьи. Несмотря на то, что Татьяна Шевцова получила государственную охрану, ее жизнь все равно оборвалась трагическим образом. Ее нашли мертвой в ее доме, и сначала причины смерти были неясны. Однако после проведения судебно-медицинской экспертизы стало известно, что Шевцова была отравлена неизвестным веществом. Это вещество, как выяснилось позже, имело особенность. Оно практически не оставляло следов в организме. Эксперты обнаружили, что Шевцова была отравлена медленно действующим ядом, который постепенно парализовал ее внутренние органы, что привело к смерти от остановки сердца. Этот яд был разработан так, чтобы его было сложно обнаружить при обычном осмотре, что и затруднило диагностику в первые часы после ее смерти. Эксперты также отметили, что вещество, которым было отравлено Шевцова, не было доступно для широкого круга лиц. Это свидетельствовало о том, что ее убийство было тщательно спланировано, и что за ним стояли люди, имеющие доступ к специфическим ресурсам и технологиям. За несколько недель до своей смерти, Татьяна Шевцова неоднократно выражала свои опасения за свою жизнь. Она понимала, что после того, как начала давать показания против высокопоставленных лиц, ее жизнь оказалась в опасности. Она боялась, что даже государственная охрана не сможет уберечь ее от тех, кто стоял за масштабными хищениями и коррупцией в Министерстве обороны. Шевцова сообщала своим близким о том, что ей поступали угрозы, хотя официальных заявлений в полицию она не делала, опасаясь еще больших проблем. Она полагала, что ее могут убить, чтобы она не успела дать ключевые показания в суде, и, к сожалению, ее опасения оправдались. После смерти Татьяны Шевцовой министр обороны Андрей Белоусов сделал официальное заявление, в котором выразил соболезнования ее семье и близким. Он заявил, что ее смерть – это трагедия для всей страны и для Министерства обороны. Белоусов подчеркнул, что Шевцова была честным и принципиальным человеком, и ее вклад в работу Министерства был неоценим. Министр также заявил, что будет проведено тщательное расследование ее смерти, и что все виновные в этом преступлении будут найдены и понесут заслуженное наказание.